я приветствую друзья вы на канале веселый инженер меня зовут андрей в сегодняшнем выпуске мы поговорим про алмазные карандаши для правки шлифовальных кругов рассмотрим что это такое виды типы и уже просмотрев это видео будете иметь достаточную базу для того чтобы подобрать алмазный карандаш тот который вам необходим где используют алмазные карандаши конечно производстве где вы работаете ли будете работать будут шлифовальные станки это может быть плоско шлифовальный кругло шлифовальный внутри шлифовальный и какие-нибудь другие обрабатывающие центра с использованием шлифовальных кругов конечно же на них используют шлифовальные круги которые и различные по геометрии имеют различную связку зерна и так далее в процессе работы происходит так называемое засаливание то есть круг забиваются поры круга остатками абразивно абразива самого металла обрабатываемого соши и так далее и круг начинает терять свои механические свойства то есть шлифовка уже производится достаточно плохо ухудшается качество появляются прижоги и много-много негативных эффектов тут в работу вступает правящий механизм который имеет вот такую вот разную конструкцию здесь вот такую конструкцию и где собственно говоря установлен наш алмазный карандаш правка производится срезается вот этот вот темная часть круга восстанавливается геометрия механические свойства круга и работа в принципе продолжается как выглядит алмазный карандаш вы уже видели это одна из разновидностей алмазного карандаша давайте немножечко теории внешне алмазный карандаш выглядит как небольшой штырь около 50 миллиметров в длину с техническими алмазами с одной из сторон расположение формы алмазов зависит от вида карандаша для какого типа круга он предназначен разницы не только тип обрабатываемого круга от мягкого абразива до твердого но и вес алмазов карандаш может состоять из мелких или крупных алмазов различного веса правка круга с помощью алмазного карандаша позволяет получить высокую точность рабочей поверхности восстановить фасонный профиль для достижения оптимальной заточки рабочего инструмента для этого необходимо правильный подбор инструмента соответственно операции и показатели твердости круга что же касается вопроса как пользоваться алмазным карандашом то методика работы зависит от операции в общем случае инструмент фиксируется на подручнике рабочей зоны вводится в соприкосновение с вращающимся кругом таким образом снимается слой абразива восстанавливается геометрия круга и обновляется поверхность с восстановлением первоначальных свойств стоимость карандаша зависит от массы алмазов типа использования природных или синтетических камней но в любом случае его применение экономически оправдано значительно увеличением ресурса работы абразивных кругов и снижением эксплуатационных расходов а вообще без алмазного карандаша ну просто вы не сможете нормально адекватно шлифовать вашу продукцию типы алмазных карандашей по расположению алмазов и так первый тип это цепное расположение алмазов в этом случае зерна массой 0 305 карат идут строго друг за другом вдоль оси инструмента какой обычно встречается в алмазах природного происхождения такой карандаш обозначается как тип 01 с буквой c но тут все просто видеть алмазики в ряд идут по оси такое достаточно часто алмазы применяются второе расположение камней слоями такая ориентация зерен есть и в естественном и в искусственном камне размер зернина от 01 до 02 карат в каждом слое обозначение такой вставки тип 02 с буквой с она обладает большой износостойкостью применяется для окончательной правки кругов с умеренной и высокой твердостью размером до 600 миллиметров эти карандаши подходят для разных кругов как видите здесь работает один здесь работает целый ряд то есть это уже более такой мощный вид алмазных карандашей и не ориентированное расположение камней в таком карандаше зерна не имеют четкого направления размера фракции 12 карата такой инструмент маргируется как тип 04 с буквой n область использования таких карандашей заточка и идеальное выравнивание мелкозернистых кругов которые дают высший класс точности вашего изделия и так поехали дальше типы алмазных карандашей по геометрии корпуса да ну это не корпус а ну как бы сказать вообще сам алмазный карандаш его основание тип а это цилиндрический тут все понятно видите что алмазный карандаш имеет форму обычного цилиндра тип в это конические конус морза как вы видите здесь крепление идет в какую-то коническую державку и 3 это тип с ступенчатый но тут тоже все понятно то есть посадочный диаметр он в большинстве алмазов он диаметром 10 обычно является да ну а здесь уже вот этого часть которая рабочая она может иметь какой-то отличительный диаметр то есть здесь в 14 может быть там 16 есть есть 12 но различные варианты как применить полученные знания давайте закрепим есть паспорт на алмазное изделие карандаш алмазный видите здесь есть гост 607 давайте по порядку гост 607 80 года и обозначение 39 0800 66 берете вот этот гост как видите вот он ваш алмаз вот обозначение находите здесь свое обозначение и уже по нему смотрите по табличке какой ваш алмаз какие размеры зерен и многие много информацию которую не рассказывают которые не говорят в паспорте можно посмотреть в гость далее идет тип 04 тип 04 или н с неориентированным расположением камней далее исполнение а исполнение а цилиндрические как мы видим здесь это обычный цилиндр дальше масса 1 кара дата упаковки это уже для нас не так уж и информативно вот так вы можете разложить в принципе любой паспорт на алмазное изделие в нашем случае это карандаш алмазный на этом все друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки пишите в комментариях о чем еще снимать видео всем добра пока пока